Девчонки, всем приветик! Вы попали на мой канал, меня зовут Полина, и в сегодняшнем видео я вам расскажу все о ежедневных прокладках, для чего же они нужны, и в каких случаях их нужно использовать, и нужно ли пользоваться ими вообще. Следующее, выделения и сопровождающие их запахи – это часть повседневной женской жизни. Ежедневные выделения – это нормальный здоровый процесс, который защищает от попадания в организм инфекций из внешней среды. Конечно же, есть определенные факторы, которые показывают, нормальное ли у нас выделение. Допустим, если же у вас с выделениями присутствует какой-то резкий неприятный запах или же зуд, то это не есть нормальный, и не стоит обратиться к врачу. Если же у вас таких факторов нет, то все отлично, и можно использовать ежедневки. Но есть также свои нюансы, о которых я вам позже расскажу. В каких же случаях их нужно использовать? Во-первых, это середина цикла, то есть овуляция. В этот период выделения могут усилиться, и ежедневки понадобятся даже тем, кто не использует их повседневно. Во-вторых, это во время месячных. Используя тампон, удобно подстраховаться ежедневкой. Кроме того, ежедневки пригодятся за день-два до начала месячных, чтобы они не застали вас врасплох. Также после родов, в период послеродовых выделений, в течение нескольких недель, многие женщины также пользуются ежедневками. Но, насколько я знаю, уже даже придумали специальные послеродовые прокладки. Ну и лично я могу использовать ежедневки в какой-то долгой поездке, допустим, в том же самом поезде, где просто невозможно как-то сменить нижнее белье. Тогда, конечно же, простым вариантом являются ежедневки. И это действительно очень-очень помогает в этой ситуации. Из чего же состоят ежедневные прокладки? В некоторых источниках написано, что они состоят из двух, трех и даже четырех слоев. Но я вам расскажу о четырех слоях, так как чаще всего, в принципе, ежедневки состоят из этих четырех слоев. Первый – это верхний слой. Он быстро впитывает влагу и направляет ее на внутренний абсорбирующий слой, то есть впитывающий слой. Именно материал этого слоя соприкасается с кожей, поэтому к нему применяются особые требования, чтобы было приятно находиться с ежедневкой. Второй слой – это распределительный. Он также есть в составе прокладок для месячных. Этот слой нужен для равномерного распределения жидкости по поверхности ежедневки, в центр абсорбирующего слоя, ну то есть, как я и сказала, впитывающего слоя. Третий слой – это внутренний. Он состоит из как раз-таки этого впитывающего материала. Основной его функцией является сбор, распределение и удержание жидкости. Ну и последний слой – это нижний. Он служит, можно сказать, каркасом всей конструкции и не дает влаге проникнуть из впитывающего слоя наружу и попасть на нижнее белье. Раньше в нем использовалась полиэтиленовая пленка, но сейчас все большую популярность приобретает микропористая дышащая пленка. Это очень хорошо, когда в ежедневках есть такие вот дышащие пленочки, так как если не будет этой дышащей поверхности, то может образоваться эффект парника. Важные правила использования ежедневок. При соблюдении простых правил можно обезопасить себя от неожиданных неприятностей. Меняйте ежедневки раз в 2-3 часа, а ночью вообще их не используйте. Также не рекомендуется использовать ежедневки во время сна и безостановочно использовать их целый день. Обращайте внимание на качество материала. Это важно, потому что именно от материала зависит, насколько прокладки будут для вас комфортные и безопасные. На упаковке производитель должен указывать, прошел ли продукт дерматологическое или гигиеническое тестирование. Используйте ароматизированные и цветные прокладки с осторожностью. Имеется в виду с внутренним дизайном цветные, потому что иногда они могут вызвать раздражение или аллергические реакции. В них содержатся более сложные химические компоненты, а кожа и слизистая к этому очень чувствительны. Сейчас очень многие фирмы, например Кодекс, начали выпускать нейчерл прокладки, что очень классно, потому что они гипоаллергенные. И как раз таки девочкам, у которых есть какая-то аллергия, они классно подойдут. Нужно обращать внимание на нижний слой ежедневной прокладки. Именно он является виновником парникового эффекта. Я вам об этом говорила ранее. Иногда он представляет собой обычную полиэтиленовую пленку, на которую наносят клей, чтобы прокладка хорошо фиксировалась на нижнем белье. Это уменьшает воздухопроницаемость. Некоторые производители наносят клейку основу не на всю поверхность нижнего слоя, а только по краям. Или оставляют дырочки в полиэтилене, которые пропускают больше воздуха. Поэтому, собственно, девочки, я могу вам посоветовать те же самые Котекс, потому что у Котекс ежедневки более воздухопроницаемые. Это хорошо, как вы уже могли понять. Экономить на ежедневных прокладках не есть хорошим, потому что, как правило, дешевые ежедневки, они идут с плохим клеем, с плохим качеством, и лучше их вообще не покупать. Но я не говорю за то, что все дешевые ежедневки плохие. Также встречаются ежедневки недорогой стоимости, но все-таки качество у них хорошее. Но таких очень-очень мало. Ну и из этого всего можно сделать вывод, что ежедневки — это сохранение нашего с вами спокойствия и комфорта. И вы сами решаете, пользоваться вам ими или нет. Но лично от себя я могу сказать, что лучше не использовать ежедневки каждый день, так как все-таки от этого парникового эффекта вы можете заработать себе различные заболевания, например, молочницу. Но если вы будете учитывать все правила, которые я вам назвала ранее, то я думаю, все будет отлично. Просто не пользуйтесь ими каждый день, каждую ночь. Это не очень хорошо. Проще сказать, используйте только по необходимости, если вам действительно это нужно. На этом видео подошло к концу. Я рада, что вы его досмотрели до этого момента. Мне безумно приятно. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Также пишите в комментариях, как вам это видео и вообще мнение о нем. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всех очень сильно люблю и целую. И пока-пока, до встречи в новых видео.